В середине 18 века земля, на которой стоит Всехсвятская церковь, была выделена под кладбище. И в 1779 году на его территории построили деревянную часовню для отпевания усопших. В 30-х годах 19 века вместо нее поставили каменное здание. Уникальность храма в том, что он был и остается единственной круглой церковью-ротондой в Сибири. Здесь сначала были очень редкие службы, только на дни поминовения усопших и в неделю Всехсвятых. Уже после революции в 1923 году он стал самостоятельной приходской церковью. А до этого он был, что называется, приписным храмом к Ильинской церкви. Когда произошли революционные события, советская власть сначала отделила церковь от государства, а потом начались гонения на церковь. К Паске 1930 года практически все церкви Тюмени были закрыты за исключением данной. Священников, служивших во Всехсвятской церкви до войны, ждала печальная участь. Они были расстреляны. Им посвятила свою книгу Галина Викторовна Каратаева. В 90-х годах она стала сначала прихожанкой, а затем начала служить в круглом храме. Через героев своего произведения она рассказала его печальную историю. Здесь, во Всехсвятской церкви, так же, как и в остальных храмах, сначала прошло в 1922 году изъятие церковных ценностей, потом стали лишать прав избирательных священников. Не могли быть членами профсоюзов, например. Значит, они в период карточной системы не могли получить продукты по карточкам. Детей их исключали, они не могли учиться в старших классах школ. Задавливали храм налогами церковными. Во время Второй мировой войны богослужения во Всехсвятской церкви были приостановлены. Возобновились в 1942 году. Правительство посчитало, что церковь может способствовать поддержке патриотических чувств горожан. Даже был выпущен из-под стражей один из тюменских священников, отец Александр Сычугов. В 1944 году он был выпущен, и он занялся ремонтом этого храма. А после войны даже стал благочинным храмом города Тюмени. К 80-м годам Всехсвятская церковь работает всю неделю, кроме понедельника и вторника. Деревянный перестрой кротонди заменяют на каменный. В 90-х годах здесь открываются воскресная школа и библиотека, появляется детский хор. И только в 2000-х церковь обретает колокольню, в которой начинает работу молодежный центр. Сейчас Всехсвятский храм пустует. Тут можно встретить разве только сторожа и настоятеля отца Андрея. В здании завершена реконструкция, и совсем скоро эта уникальная церковь снова наполнится светом свечей и молитвами прихожан.